МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. В Самаре с рабочим визитом побывал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Вместе с губернатором Дмитрием Мазаровым они осмотрели крупнейшие оборонно-промышленные предприятия области. Комфортные условия и безопасность на избирательных участках обсуждали на совещании в администрации города под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Подготовка пунктов голосования в муниципалитете сейчас на финишной прямой. Специалисты городского департамента транспорта проверили санитарную работу автобусного предприятия. Машины ежедневно перед выходом на линию проходят процедуры внешней мойки и влажной уборки салона. В Самаре с рабочим визитом побывал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Его встретил губернатор Дмитрий Азаров. Вместе они осмотрели крупнейшие оборонно-промышленные предприятия области ОДК Кузнецов и РКЦ «Прогресс». Напомню, ОДК Кузнецов производят газотурбинные, авиационные и ракетные двигатели. РКЦ «Прогресс» – один из лидеров мировой космической отрасли по производству ракет-носителей среднего класса. Премьер-министр оценил производственные мощности предприятий и качество выполнения заказов. Подробности в нашем материале. Производственные мощности и перспективы ОДК Кузнецов оценил Михаил Мишустин. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым глава правительства осмотрел цеха по производству шестерен и агрегатов, окончательной сборке газотурбинных двигателей, цех готовой продукции, а также стенд испытаний двигателей и корпус производства компрессоров газотурбинных двигателей. Завод производит и ремонтирует двигатели для военных самолетов и космических аппаратов, а также промышленные газотурбинные установки. Делегация осмотрела стенд, на котором производится окончательная отладка турбовинтового двигателя семейства НК-12, предназначенного для стратегической дальней авиации, и устраняются все дефекты, если они есть. В нашем предприятии проводится ремонт этого двигателя, изготовление нового, и окончательные испытания проводятся здесь, и отправляется этот двигатель в эксплуатацию. Компания создает двигатель ПД-8В, показатели мощности и энергоэффективности которого превосходят аналоги. За период с 2010 по 2022 год ОДК поставила заказчикам порядка 2500 промышленных газотурбинных двигателей. Созданная ОДК, газовая турбина ГТД-110М, не уступает газовым турбинам иностранного производства, при этом имея меньшую стоимость. После осмотров цехов ОДК «Кузнецов» делегация отправилась на РКЦ «Прогресс». Это один из лидеров мировой космической отрасли по производству ракет-носителей среднего класса. Участник практически всех крупнейших программ освоения космоса. Одна из последних разработок – малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли. В РКЦ «Прогресс» разработано и сдано в эксплуатацию более 13 модификаций ракет-носителей среднего класса и 29 типов космических аппаратов различного назначения. После посещения предприятий прошла встреча председателя правительства Российской Федерации и губернатора, на которой они подвели итоги. Очень много того, что производится в Самаре, является, я бы сказал, основой нашего технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил президент. И 30 тысяч человек, занятых на этом предприятии, показывают ежедневно, буквально в смысле слова, что можно очень эффективно, высокотехнологично работать в этой сфере. И не только в сфере оборонно-промышленного комплекса, здесь очень много предложений для гражданских отраслей. Огромное спасибо, что правительство в этот непростой период ни в коем случае не снижает финансирование. Мы все обязательства, которые перед людьми взяли, выполняем. Более того, в этом году уже нам предоставлены возможности опережающими терпами за счет специальных решений по кредитам. Фактически программу 2024 года выполняет в текущем году. Мы этими инструментами воспользуемся. Губернатор доложил главе правительства Российской Федерации о развитии в регионе системы образования. В этом году будут открыты три новые школы. В следующем еще две. В планах построить девять учебных заведений. Также Дмитрий Азаров рассказал о развитии системы здравоохранения в Самарской области. По состоянию на 1 января уже введено 115 новых медицинских объектов. Закуплено 14 тысяч единиц оборудования. Полностью обновили парк скорой медицинской помощи. Закупили автомобили. 40 медицинских объектов должны ввести в эксплуатацию в этом году. Отдельно глава региона остановился на медицинской помощи, которая оказывается военнослужащим. Рассказал, что госпиталь у ветеранов войн необходимо обновить оборудование для проведения МРТ. Михаил Мишустин заверил, что нужные средства будут выделены. Виктория Шары и события. Тем временем в Москве президент провел заседание президиума госсовета по вопросам развития общественного транспорта. Ранее свое предложение по работе электротранспорта представил самарский губернатор Дмитрий Азаров. Будучи членом президиума госсовета, он возглавил на семинаре работу группы, рассматривающей вопросы транспортной инфраструктуры и механизмов ее развития. По словам Дмитрия Азарова, в стране созданы инфраструктуры для автобусных и автомобильных перевозок. Необходимо подумать над созданием такой же инфраструктуры на государственном уровне для легкого рельсового транспорта, троллейбусов, электробусов. Решению задачи может способствовать программа «Мобильный город». По словам самарского губернатора, этот проект позволяет получить 30% гранта из федерального бюджета и привлечь частные инвестиции для обновления инфраструктуры и подвижного состава городского электрического транспорта. Глава региона предложил масштабировать его по всем регионам страны. В заседании госсовета принимала участие и глава Самары Елена Лапушкина. Комфортные условия и безопасность на избирательных участках обсуждали на совещании в администрации города под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Подготовка пунктов голосования в муниципалитете сейчас на финишной прямой. Практически все избирательные участки готовы уже менее чем через месяц принимать жителей города. О том, что еще предстоит доделать к единому дню голосования, расскажет Михаил Ермоленко. К предстоящим выборам главы региона и до выборам местных районных депутатов в Самаре подготовлено 472 избирательных участка. Важно обеспечить не только комфортные условия для голосующих, но и безопасность. Это стало главной темой обсуждения на прошедшем совещании в мэрии Самары. Избирательные участки оснащают системой противопожарной безопасности, металлодетекторами, средствами тушения. В пунктах голосования будут дежурить сотрудники полиции и вневедомственная охрана. Создаются все условия, чтобы ничто не помешало избирателям выполнить свой гражданский долг. Высокую степень комфорта обеспечит и тем голосующим, кто будет делать свой выбор на дому. Прошу глав внутригородских районов совместно с избирательными комиссиями на территориях скоординировать работу по планированию и обеспечению избирательных комиссий транспортными средствами для организации голосования на дому. С учетом сведений, поступающих в комиссии, о желающих по состоянию здоровья проголосовать на дому, необходимо выстроить оптимальные по логистике маршруты членов избирательной комиссии, выезжающих с переносными ящиками для голосования. Глава города Елена Лапушкина обратила внимание также на информирование горожан о расположении избирательных участков. 13 из них в 8 районах Самары локацию поменяли. Точное местонахождение можно узнать на сайтах администрации и избирательной комиссии. В Ленинском районе 21 участковая избирательная комиссия расположена в здании 16 избирательных центров. По сравнению с 2021 годом у нас один добавился, из-за того, что было предельно превышено количество на одном уике. И у нас изменились адреса по трем уикам. Ближе к середине августа на избирательных участках проведут дополнительную проверку совместно с сотрудниками МЧС и МВД. Напомним, что в сентябре 8, 9 и 10 числа пройдут выборы губернатора Самарской области. С 2023 года работает механизм «Мобильный избиратель». С помощью этого инструмента можно подать заявление о голосовании по местонахождении. Документы необходимо передать либо в территориальную комиссию и МФЦ, либо подать через портал госуслуги. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Первая в Самарской области умная спортивная площадка появится уже к концу этого года. Оценить ход строительства объекта и обсудить рабочие вопросы на месте возведения спорткомплекса собрались глава города Елена Лапушкина и представители профильных ведомств Самары. Подробности в сюжете Галины Топилиной. На пересечении улиц Клинической и Чернореченской продолжается строительство круглогодичного модульного физкультурно-спортивного комплекса. Это будет многофункциональная площадка со спортивным залом площадью 1000 квадратных метров. Здесь можно будет проводить командные спортивные состязания и тренировки. Площадка подойдет для разных популярных массовых видов спорта – баскетбол, футбол и единоборство. Строительство такого многофункционального спортивного центра стало возможным благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». Самарская область стала одним из пяти регионов страны, где реализуется пилотный проект по строительству таких спортплощадок. Замечательный проект с большим универсальным спортивным залом, где можно будет заниматься разным видом спорта, начиная от футбола и заканчивая единоборством. Поэтому он называется универсальный спортивный зал. И, конечно же, он будет круглогодичный. Здесь у нас достаточно большое игровое поле, универсальный поле 24 на 48. За мной это модуль административно-бытового комплекса, где будут и раздевалки, и душевые, и кабинет медперсонала. То есть это современный спортивный зал, оснащенный по последнему слову техникой. Глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание на месте возведения будущего спортивного объекта. Представители профильных департаментов и подрядной организации отчитались о ходе строительства и обсудили рабочие вопросы. К обустройству модульного спортивного комплекса приступили в мае этого года. На сегодняшний день полностью оборудовано основание, смонтирован каркас из металлоконструкций. Подрядчик приступил к покраске каркаса и монтажу купольного покрытия из утепленных сэндвич-панелей. Осталось поставить утеплитель, выполнить отделку, собрать все помещения. То есть здесь полностью готовые модули собираются. Мы являемся заказчиками части данной конструкции. Изготавливали основание фундамента, на котором в настоящий момент Минспорт монтирует в каркас модульного фока. Предстоит еще выполнить нашему подрядчику работу по благоустройству. Комплекс будет доступен не только для профессиональных спортсменов, но и для жителей района. Самарцы ждут с нетерпением появления нового спортивного объекта. Надеюсь, что будет больше народу. К спорту привлечено будет объект спортивный. Людям будет, детям чем заняться. Здорово, что здесь что-то строится полезное. Я считаю, что спортивный комплекс всегда нужен. То есть молодежь должна приобщаться к спорту, здоровому образу жизни. Популяризация массового спорта и подготовка качественного спортивного резерва – одно из приоритетных направлений в деятельности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Строительство современной безопасной спортивной инфраструктуры, ее доступность и открытость для широкого круга лиц в основе формирования здорового и спортивного образа жизни жителей Самарской области. Галина Топилина, Николай Епифанов. События. Специалисты дорожного хозяйства осматривали улицу Главная, на которой недавно прошел дорожный ремонт. Готовый объект оценили по нескольким параметрам на соответствие ГОСТу. Напомню, асфальтобетонное полотно, включая мост через реку Самара, комплексно обновили за счет средств национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Михаил Ермоленко подробнее. Улица Главная – одна из важнейших дорог Самары, соединяющая Куйбышевский район с остальным городом. Здесь проходят сразу несколько маршрутов общественного транспорта, трафик плотный практически в любое время суток. Долгое время дорожное полотно не обновляли комплексно, но в текущем году было принято решение отремонтировать проезжую часть, включая мостовую, на средства национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Покрытие было в неудовлетворительном состоянии. На нем присутствовали многочисленные выбоины, разрушения, швы и трещины. Данный дефект был устранен изначально, это фрезерование, с созданием поперечных продольного профиля дороги, с выравниванием, с резкой всех дефектов. И после этого производилась укладка. Дорогу по улице Главной обновили от перекрестка с шоссейной до дома номер один по улице Князя Григория Засекина, включая мостовой переход через реку Самара. Использовали современные материалы – смесь «ЩМА-16», которая хорошо себя зарекомендовала на многих дорогах города. Объект полностью готов, и начался этап в приемке работ. Ранее на участке отобрали керны, чтобы проверить качество смеси в лабораторных условиях. После специалисты приступили к оценке дороги в соответствии с заданными параметрами. Сейчас выполняется приемка с помощью трехметровой рейки Кондор на просадку и уклон при ливневке, колесом для измерения длины участка. Общая площадь участка составляет 16,5 тысяч квадратных метров и геодезическая линейка 50-метровая для определения ширины проезжей части. За качеством ремонта следят не только специалисты профильных организаций департамента городского хозяйства и экологии, но и представители общественности, а также депутаты. Немаловажным является тот факт, что ремонт моста произошел своевременно. Передет 1 сентября, возвращение всех людей с отпусков, все будут направляться на работу, в школы и так далее. Поэтому обеспечение транспортной инструктуры, задач выполнен подрядчиком, на мой взгляд, на отлично. Во время приемки результаты показали – отклонений нет, объект после ремонта полностью соответствует ГОСТам. Качеству дорог и развитию транспортной инфраструктуры уделяет повышенное внимание и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. К настоящему времени в Самаре из 42 объектов обновили 37, запланированных к ремонту во время дорожно-строительного сезона 2023 года. Большую поддержку муниципалитету оказывают средства, выделяемые по национальному проекту безопасные качественные дороги. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Специалисты городского департамента транспорта проверили санитарную работу автобусного предприятия. Машины ежедневно перед выходом на линию проходят процедуры внешней мойки и влажной уборки салона. Как сотрудники дополнительно поддерживают чистоту в течение всего рейса и что изменится с осенью, расскажем в нашем сюжете. Всего 15 минут в автомоечном боксе и автобус под управлением Вадима Челышкова снова чистый. Сначала машину моют вручную, параллельно идет уборка внутри салона, затем автобус проезжает через механизированные щетки, после чего машину протирают, чтобы отправить в рейс. Сам водитель признается, что в чистом салоне и работать гораздо приятнее, поэтому в обед старается поддерживать порядок в машине. Пыль залетает, и приходится даже в обед полувлажную уборку сделать, пробрызгать водичкой и метелочкой сместить билетики, всякую пыль, все такое 30-30, чтобы после обеда опять ехать на чистой машине. На автобусном транспортном предприятии такую процедуру перед выходом на линию проходят все машины автопарка. Это более 350 автобусов в сутки. Чтобы не создавать очередь на мойку, потоки машин разделяют. Стоит отметить, что кто-то это делает в вечернее время, если у них утренний выезд, первые рейсы в 5-6 утра, они стараются это делать вечером заблаговременно. У кого более поздний выезд, они делают это с утра, чтобы не образовывалась пробка на мойке. Как выполняют обязанности по подготовке машины предприятий, проверили специалисты городского департамента транспорта. Также обсудили возобновление санитарных мер по обработке салонов. Осенью, чтобы минимизировать распространение сезонных заболеваний, автобусы снова будут дезинфицировать, а персонал пройдет процедуру вакцинации. Когда мы зайдем в осень, у нас начнется очередная ежегодная тема с сезонными прививками. Когда мы всем сотрудникам транспортных предприятий предлагаем поставить себе вакцину, теперь опять не от ковида, но от сезонного гриппа, в первую очередь это адресовано водителям и кондукторам, то есть тому персоналу, который с большим количеством людей контактирует. Подобную работу производят и в других транспортных предприятиях города, чтобы пассажиры с комфортом добирались до работы, дома или по другим делам. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев, События. Музыка 19 века на улицах Самары. Возле АДО два раза в месяц для жителей и гостей города играет военный духовой оркестр. От любителей маршев и танцев нет отбоя. Какой концерт подготовили музыканты на этот раз, узнал наш корреспондент. Военные формы царской армии конца 19 века. Песни и марши той же эпохи. На один вечер самарская публика окунулась в культурные традиции горожан времен российского императора Александра Третьего. Это стало возможным благодаря популярным концертным вечерам военного духового оркестра гвардейской Александрийской бригады под управлением дирижера Вячеслава Варушилова. В репертуаре популярные марши, вокальные, танцевальные номера и новые или хорошо забытые старые произведения. Концерты проходят легко, делятся впечатлениями маэстро. Так зовут дирижера знакомые. Публика принимает духовую военную музыку на ура. Как говорится, это пошло, играть одну и ту же программу. Конечно же, мы добавляем, конечно же, мы расширяем. Есть те произведения, которые у нас звучат постоянно. Это правильная такая работа. Это необходимо делать каждому творческому коллективу. У нас ежедневные построения бригады, прохождения торжественным маршем, все воинские ритуалы. И поэтому нам это легко играть. Мы это понимаем, мы это знаем и доносим так, как хотел донести это композитор. Третий сезон проекта «Летние вечера духовой музыки» проходит дважды в месяц около окружного дома офицеров. Марши «Привет музыкантам» и «Герои шибки» – это основа любого концерта. А в этот вечер военные решили немного похулиганить и исполнили гусарскую песенку. «А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали, и в катонки, взяв харчи, уходили усачи». Из новинок военного духового оркестра – произведение Матвея Блантера. Это классическая инструментальная музыка, военная музыка, оркестровая музыка, которая звучит мелодично, которая, ну, она плывет, как наша «Волга». Вот эта музыка плывет сейчас по нашим летним улицам. У нас зрители очень любят танцевать под эту музыку, всегда душевно. Серафима Александровна Клемешина из своих почти 90 лет 20 ходит на вечера духовой музыки Самарского военного оркестра. Здесь она не только слушает классическую музыку, но и любит двигаться с подругами под зажигательные ритмы. «Мы все время танцуем, поем, играем. Мы с ней фокстрот пляшем вообще. Нет фокстрот за танго. Мы за духовым бегаем, по паркам. Как узнаем, где духовый, туда бежим. Нравится нам духовой, конечно». Военный духовой оркестр под управлением Варушилова – постоянный участник парадов Победы и 7 ноября. Однако дожидаться этих масштабных мероприятий не стоит. Заключительный сводный концерт под открытым небом пройдет 25 августа. А уже с сентября концерты духовой музыки будут проходить в окружном доме офицеров. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. В Самаре прошло торжественное открытие всероссийских детско-юношеских соревнований по бочи для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир такого уровня проводится в Самаре второй раз. На площадке спортивного центра «Грация» состязаются несколько десятков спортсменов из разных регионов страны. Подробности у Светланы Тимофеевой. Владислав Казаков практически всю свою жизнь провел в инвалидном кресле. Однако поражение опорно-двигательного аппарата не помешало 14-летнему подростку стать членом сборной Самарской области по бочи. Сейчас он выступает за свою команду в этом виде спорта. Сначала предложила моя учительница, потом я согласился. И так я начал свою карьеру. Она мне дает хорошее настроение, общение с друзьями. Всероссийские детско-юношеские соревнования по бочи для людей с поражением опорно-двигательного аппарата проводятся второй раз. По-прежнему площадкой для проведения турнира была выбрана Самара. Любое спортивное событие, которое проходит у нас, оно для города всегда значимое. Мы каждое спортивное мероприятие стараемся организовать максимально качественно. Наш город – прекрасный город. Он всегда рад гостям других регионов. И славится не только своей культурной историей, но и спортивными традициями. В Самарской области эту спортивную дисциплину развивают давно. В региональных соревнованиях принимают участие и воспитанники специнтернатов. У нас участвуют в наших региональных соревнованиях три интерната. Самарский, Сергиевский и Приволжский. То есть люди с ограниченными возможностями занимаются, имеют возможность заниматься, также выполнять разряды, участвовать в соревнованиях. То есть это их жизнь и, в общем-то, деятельность. Боча – паралимпийский вид спорта. Это игра с мячом на точность, близкая к боулингу. Она уходит своими корнями в античные игры, которые были распространены в Римской империи. Всего в турнире, который проходит на площадке спортивного центра «Грация», участвуют более 40 спортсменов из 11 регионов России. Там надо идти в победе и учиться на своих ошибках. Хочу войти в какой-нибудь спорту. Вовлечение граждан в систематические занятия спортом – одна из главных задач нацпроекта «Демография». Его реализация находится на контроле главы региона Дмитрия Азарова. С 2018 года в области открыто около 150 спортивных объектов. Доля жителей губернии, регулярно занимающихся физкультурой, увеличилась с 2017 года в полтора раза и достигла 54%. Чтобы выиграть Кубок Самары по футболу среди взрослых команд в финальном матче победителю хватило забить в ворота соперника два мяча. На втором поле стадиона «Металлург» играли команды «Олимп» и «Восход». Кто из них поднялся на вершину пьедестала почета, расскажет наш корреспондент. На втором поле стадиона «Металлург» за Кубок Самары по футболу сражаются лидеры чемпионата города, команды «Олимп» и «Восход». У многих спортсменов за плечами не только Самарская футбольная академия крылья советов. Некоторые успели поиграть в профессиональных командах. Конкуренция в наших турнирах очень высокая. И предсказать победителя не всегда получается. Куба города, в отличие от чемпионата города, это без права на ошибку. Чемпионат города – это долгий турнир, в котором каждый играет с каждым. То в Кубке города проигравший сразу покидает розыгрыш. Этим он и не предсказуем. С первых минут и до экватора первого тайма финального матча мячом владел «Восход». Команда и открыла счет с пенальти 1-0. Но затем инициативу перехватил «Олимп». И уже на перерыв футболисты ушли при счете 1-1. Второй тайм показал, что лидер чемпионата Самары, команда «Олимп», готова забрать в этом футбольном сезоне все призы. В эффектной атаке Давид Захарян забивает второй мяч ворота соперника и празднует победу. Нам главное прийти и поиграть в футбол. А как играть, с кем играть, нам уже без разницы. Нам дайте поле, мяч, и все, мы готовы играть. По традиции финал Кубка Самары по футболу среди взрослых команд проходит в день физкультурника на стадионе «Металлург». В этом розыгрыше трофея участвовало 10 команд по олимпийской системе. В итоге кубок разыграли команды «Олимп» и «Восход». Дойдя до финала, мы все должны понимать, что им способствовала удача, спортивное мастерство, поэтому они сегодня в этом финале. В Самаре футбол больше, чем игра, и то количество команд, которые сегодня у нас участвуют в первенстве города, оно за себя и говорит. Кроме Кубка Самары, лучшие футболисты турнира получили индивидуальные призы. На этом футбольный сезон в городе не заканчивается. На стадионе «Металлург» продолжают проходить матчи чемпионата Самары. Борьба за выход в плей-офф в самом разгаре. Болельщиков ждут в 8 вечера по вторникам и средам на главном поле «Металлурга». Вход свободный. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok